Всем привет! Слышно? Еще ближе? Меня зовут Маргарита, я занимаюсь цианоминетизацией. Сегодня мы поговорим про то, как добывать больше золота, если мы маркетплейс недвижимости. Собственно, циан, наверное, многие знают, двухсторонний маркетплейс недвижимости. Вместе у нас 6,5 миллионов уников. Зарабатываем мы сейчас на риэлторах. Агентствах недвижимости, застройщиках, управляющих компаниях и собственниках. По модели монетизации это CPT, CPL, подписки, медийные и спецпроекты. Например, какой-нибудь пик. Чтобы начать на чем-то зарабатываться, нужно сначала что-то сделать. Чтобы что-то сделать, можно использовать методологию дизайна мышления. По этапам происходит следующий сорт. Сначала это этап эмпатии. Мы общаемся с нашими клиентами, проводим им глубинные исследования, общаемся с экспертами. Дальше мы оттуда вытаскиваем какие-то важные… Вообще, на самом деле, практически любые инсайты вытаскиваем. И фокусируем их, делаем персоной модели, строим CGM – Customer Journey Map. И, соответственно, понимаем, что наши клиенты должны сделать, какие у них сложности, что у них может наоборот им помочь и так далее. После этого мы переходим к этапу генерации идей. Соответственно, проходим по CGM, можем посмотреть конкурентов, можем подсмотреть хоть в живой природе что-то, где угодно и вперед. После того, как мы выбрали идеи, мы их вскорим, и мы должны их протестировать. Перед тестом, на самом деле, проще сделать какой-нибудь прототип максимально дешевый, соответственно, сразу завалидировать эту идею и пойти вперед. Дальше тестируем, и счастье наступает. Мы преследовали наших агентов, мы пообщались и сделали Customer Journey Map агента, агента по продаже недвижимости. Ему что нужно делать? Ему нужно найти собственника, ему нужно оценить объект, разместить объект как-то, чтобы начать собирать на него интересующихся людей, оценить, как у него получается, какой у него поток людей, которые им интересуются, правильная цена, неправильная, смотрят, не смотрят. Как-то продвинуть этот объект, чтобы ускорить процесс закрытия сделки. И дальше получить звонок, показать объект, заключить договор, и, собственно, все, ура, разбогател, все хорошо, и все заново. На каждом из этих этапов у агента есть какие-то свои потребности, с которыми мы можем работать и что-то дальше делать. Дальше мы переходим к валидации, генерации идей и их валидации. Чтобы провалидировать идею, можно использовать много разных способов. Можно вообще ничего не разрабатывать, просто посмотреть на статистику, которая уже есть. Это может быть ваша статистика или статистика на рынке или где-то еще. Можно просто позвонить клиенту и спросить, привет, как дела, как ты думаешь, что поможет тебе это или нет. Можно провести какой-то опрос, чтобы измерить вообще интересную, это какой-то более широкую аудиторию и как-то собрать обратную связь. Можно нарисовать прототип, хоть на чем, хоть на пальцах показать. И дальше можно уже запускать какие-то эксперименты, базовую комплектацию и вперед. Главное проверить все идеи. Главное их все проверить, потому что без этого неизвестно, что может получиться. Не всегда все очевидно. Например, как мы проверяли на этапе R&D. У нас можно опубликовать объявления, объявления публикуются на периоды, либо на дни. Кажется, что если люди будут опубликоваться сразу, допустим, на месяц, нам это будет выгоднее, потому что деньги сегодня это всегда лучше, чем завтра. Их нам уже заплатили, и это обеспечит непрерывность размещения. Как это сделать? Ну, дадим вам скидку на период, и все будет хорошо. Мы сразу разбукатеем, все будет классно. Мы посмотрели статистику, вытащили данные, не стали сразу впиливать. И оказалось, что объявления, которые размещаются посуточно, которые можно сразу снимать без каких-либо потерь, размещаются дольше во времени и непрерывнее, в отличие от объявлений на период. Более того, один из агентов, который приходил к нам на исследование, записывал себе в календарь, когда ему нужно выключить объявление, размещенное на период, и снимал его на несколько дней раньше. Таким образом, соответственно, мы не стали делать этот проект, поняли, что Акела мог промахнуться, и пошли дальше. Следующий вариант – это можно показать какой-то прототип. Мы запускали MVP проекта, который назывался «Пакеты объявлений», когда можно оплатить сразу публикацию объявлений нескольких объектов. Запустили, собрали обратную связь, поняли, что нужно сделать дальше, и дальше закопались. Рисовали один вариант, второй вариант. Очень сложно, получалось, никак не могли решить, когда же остановиться. Пригласили наших риелторов, которые непосредственно с этим работают. Оказалось, что им это очень просто, хотя интерфейс довольно сложный. То есть проблему придумали себе сами, могли сэкономить себе еще больше времени. Сделали, запустили. Можно также запускать пилотом. Их можно запускать очень дешево, практически без разработки. Мы хотели увеличить средний чек наших клиентов и рассказать им о том, что можно пользоваться услугами продвижения. Продвижение нужно для того, чтобы объявления выше ранжировались, выдачи, и, соответственно, на них больше людей звонило, и быстрее закрывали сделки. Первый пилот был следующий. Мы отправили группу людей из определенного сегмента бесплатно попробовать премиальный наш продукт. Что получилось? Получилось следующее. Люди перестали платить, перешли на этот продукт, которым дали попробовать. Выручка по ним упала. Ну и, соответственно, потом они вернулись назад, и ничего не изменилось. Мы расстроились. Сделали вторую версию. Примерно такой же сегмент клиентов. Дали два других продукта. Один продукт самостоятельный, он хорошо ранжирует и сильнее, чем первый, а второй дополнительный. То есть его можно использовать только к существующему уже размещению. И вот этот второй вариант, он полетел, потому что люди жадные, они захотели использовать обе возможности, вместе они не комбинировались. Они оставили свои старые объявления, за которые они уже заплатили. Использовали новые, и после этого стали использовать продукты нашим продвижением. Очень похожи два кейса, но при этом один да, один нет. Нужно продолжать пробовать, и если что-то сразу не сработало, это не означает, что оно не прилетит дальше опять. Еще один проект, который мы сейчас пилотим, под кодовым названием «Риэлтор района». Мы его еще не продаем, только валидируем наши гипотезы. Смысл в следующем, что человек, когда ищет недвижимость, в какой-то момент начинает взорваться детали. Ему тяжело, там много разных деталей, занимает много времени. Он хочет, чтобы ему помогли. Он готовится обратиться к специалисту. Но найти специалиста довольно сложно. Но Риэлтор, со своей стороны, наоборот, им нужно больше собрать собственников, либо директор подбор, чтобы сделать больше денег, получить комиссию и, соответственно, жить приливающе. Соответственно, мы решили сделать блок, в котором мы с этих, этих, эти две стороны в одном месте. Решили сначала измерить интересы страны риэлторов. Первое, что оказалось, что у нас было неизвестно, что риэлторам лень ездит по всему городу и прочее в одном районе, у них там будет эффективнее получаться к властелке, оказалось не очень релеванной. Они будут спокойнее ездить по всему городу, им главное собрать максимальное количество объектов, которые они будут реализовывать. Но при этом они были готовы все платить за лиды на Погор, на собственников и так далее. Соответственно, со стороны риэлторов у нас их интерес подтвердился. Дальше мы что сделали? Мы рисовали блок максимально простой, сверстали его и засунули на сайт, и запихнули про знакомки просто через этот блок, где мы отключили сомитет, и даже запихнули этот блок. Стали крутить. Оказалось, что не так просто убедить человека, который ищет недвижимость, обратиться к риэлтору. Им недостаточно понятно, зачем он это делал в таком формате, непонятно, почему они должны доверять этим людям. И, собственно, вот этот пилот, он, по сути, провалился. Он не дал положительного результата, но чего-то у нас научил. Тогда мы сделали следующую версию и уже детально рассказали, что именно и как этот риэлтор может помочь. в поиске недвижимости. Мы сказали, за какой срок эта услуга будет оказываться. Мы дали референс, какой цены это будет начинаться. И мы дали какие-то драстные точки, почему этого риэлтора можно доверять. Коммерсия была в десятки раз выше. Мы еще будем дальше это пилить, но разница большая. При этом разработка здесь только дождь и баннера. Соответственно, дальше мы заблокировали наши идеи. Можно уже дальше с ними идти, идти на работу. Работку, улучшать и все остальное. И теперь, соответственно, можно начинать брать золото и выкатить. Каким образом можно определить, сколько должен стоить ваш продукт? В зависимости от стадии продукта цена образования должна быть разная. Есть такая кривая мура, в которой, наверное, многие знают в прокуратуру, как начинать пользоваться новыми продуктами, технологиями или чего-то еще. Сначала это инноваторы, потом это ранние последователи, потом он начинает распочегариваться, почегарится, почегарится, захватывает позднее большинство и идет на спад. Соответственно, если говорить о ранних стадиях продукта, то нужно, главное, набрать базу. Это может быть бесплатно, или это может быть очень хорошим, либо это может быть за какую-то обратную связь. Дальше она начинает расти и как-то начинает может меняться и как-то и уже появляться вообще, как говорили. И уже после того, как уже пошли, уже после Эрли от доктора и Питёгин-мажорити, то есть ты даже можешь делать затифицированное ценообразование, как-то сложнее его считать, брать больше денег и так далее. И на Лейт-мажорити мы уже делаем самое сложное ценообразование, это может быть и процеда сделки, или ты с литой-то-скорингом, это может быть и опцион, то есть это уже готово, это продукт, который подтвердил свое качество, если несет 100%-оверию, люди готовы за него платить и готовы так сфиксировать разные модели. Ну, как пример, можно взять цены, наши цены на публикацию объявления в Москве, это наш главный ребенок, я сам не присутствую, она сильно заводит сервисатый цены, разные категории движения стоят по-разному, аренда продаж стоит по-разному. И здесь какой-нибудь ребенок, где мы сейчас слабо представлены, и там у нас будет время, вы приходите сколько хотите объявлений, нам нужна базовая. При этом, когда мы приходим между разными этапами, мы можем где-то проваливаться. Следующий пример будет не из ЦАА, а компания Курбок, это вьетнамский поискальник и браузер, ну, соответственно, делают его очень-очень русскую команду, поэтому это не было для него заработать. На чем зарабатывали? Срабатывали на медийке, зарабатывали на контактной рекламе, но сначала не очень было много трафика, соответственно, пробовали разные форматы. В какой-то момент к нам пришел испуганный сейлс, сказал, «Ребята, я продала игрунку в каталоге». Что делать? Продала одну, через неделю пришло уже несколько сейлсов, и в какой-то момент вот эти вот и папки никакого текста, никакого описания, а стали дико продаваться. Каждый месяц, когда у нас заканчивался контракт, у нас тут начался закрытый аукцион, где компания игровые или какие-то более крупные, либо какие-нибудь дипломерсы, начинали рубиться, мы заплатим там столько-то, мы заплатим столько-то. Думаю, ну, сам был принят, вот здесь сюда аукцион использовалась сама технология, у нас уже была, у нас был контекст. Прикрутили, и что произошло? Мы очень сильно упали. Игроков оказалось не настолько много, распричекарить эта аукцион получилась сложной, потом это все выпрямилось, продукт до сих пор подается, подается неплохо, но в моменте, на протяжении где-то полгода точно мы игрочек поэтому сильно просили, мы слишком много переливили аукцион, и нужно было делать себя позже, может быть, даже годами позже. Соответственно, дальше, как мы поделяем цены, чтобы понять, какую цену, цену, нужно понять, какую мы даем клиенту, что он с нас получает. В нашем случае, это риэлтор, или местные недвижимости, у него он получает комиссию от сделки. Он спрашивает, сколько-то денег на то, чтобы у нас размещаться, у него есть какая-то он получает на цветы, потом у него есть коммерсия, сделка, то есть, большая часть отваливается, и дальше уже идет цена комиссия. От всего этого мы можем понять, в принципе, считать, когда он это сделок получить, соответственно, какую-то сумму, и считать, сколько мы от него можем взять. Дальше это можно корректировать, смотреть по покупателям, как-то еще, можно померить эластичность спроса. Например, мы делали опрос для того же самого риэлтора района и спрашивали, просто объясняют, какая ценность и сколько готовы люди себе уплатить на ранней стадии. Делался просто опрос, елышки спрашиваются, цены готовы, да, нет, да, нет, и дальше отводятся. Все это дело вместе собираем, и можем уже делать это комплекс на образование. Можно при этом все равно ошибиться, например, мы ошиблись, мы выделяли, сделали новую цену для закрытой недвижимости и вымокнулись. Наши ожидания были, что мы снизим контент процентов на 10, в два раза больше, чем ожидали. Мы построились, сделали скидки, чтобы скомпенсировать это и, как сказать, это была скруппатизированная ситуация. Соответственно, там можно все равно считать, можно все равно ошибиться, нужно просто не останавливаться и находить решение для этих проблем. Ну, и что у нас получается в результате? Нам нужно всегда разговаривать во время скидки клиента все, что ему нужно и валидировать в то, что все, что мы придумываем. Потому что в нашей голове это может всегда различаться. Очевидные вещи могут быть англ, очевидные сглорит, потому что очевидные всегда очевидно. И может тушеваться. Нужно экспериментировать, тестировать, если первые версии не получаются, нужно продолжать это делать, потому что может быть чуть-чуть скидокапали. Или где-то, чтобы не было чрев. Цена у нас должна зависеть, стази продукта я знаю, которую мы даем клиентам. Ну, и если мы ошибаемся, то нужно просто идти дальше, ходить к решению. Все. Вопросы? Марта, не взяты. Есть вопрос. Скажите, а у вас название докладно, как заработать золото, если кто-нибудь уходит? Все-таки, если говорить про недвижимость, то, что вы сказали, это скорее инструмент, который подойдет абсолютно к бизнесу. Во всех бизнесах можно реализовать, все-таки, а где с целью будет недвижимость? Ну, допустим, с целью будет, если я подать пулю, как разоможаю. Допустим, я занимаюсь, например, работаем надписью движимостью, все-таки, да, окей. Как работаешь? Будешь и выше. Ну, да, как будет золото от этой задачи. Вы, например, рассказали о тех проблемах, которые есть в риелторах. То есть, вы говорите о рентациях, а не пользуются, мы не говорили о рентациях проблем. Главное, что в риелторах есть большие проблемы, с которыми вы национальны очень большие вещи, которые стоят, да? Вежливые вещи. Почему это не происходит? Потому что риелторы, что-то в вашем продукте ее, так сказать, подталкивают с пейдж, да? Ну, да, понятно. Если говорить на примере фейков, то почему делают фейки? Кстати, вот этот самый риелтор района появился как раз, его ноги растут оттуда. Риелторы хотят собирать ряды, раздридные. Они делают, соответственно, они расширяют свой банк тоже такими способами. Если мы будем давать какие-то легальные инструменты, как это делать, которым будет проще это делать, с которым не будет потом уже сто бывать модераций и будут расти их риски и опять снижать выгоду, то они будут ими пользоваться. И то, что мы с ними общались, то, что Сергей Шанглев в других проектах это подтверждает. Если проще жить по правилу, они будут жить по правилу. Да, кто-то будет всегда отчетивить, но... проще заработать деньги на самом деле. То есть они ваши инструменты ходят просто. Это фактически улучшает ценность вашей marketplace. Когда вы говорили про marketplace, вы говорили по одной стороне marketplace, и marketplace у вас две стороны. А у вас есть сторона тех людей, которые ищут. И когда они видят фейки, у них это целая большая проблема, из которой они не сам не пользуются. Очень хотят, но варианты много, да? С двух сторон должны идти по-первых, со стороны нашей, как мы с этими запасами, с другой стороны могут идти в нашей проектной монетизации. Мы можем регулировать количество фейков в разных министерах. Мы можем покупать, можем моделировать ценой, можем повышать риски за то, что они разрешают фейки, можем давать регулярные способы, как получать то, что они подъезжают через фейки. Хорошо. А у вас есть сколько для регулированных 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 3-5-5-5? Какой-то рефиканский сервис, на каком вы рекомендируетесь? Мы разные сервисы смотрим, где стараемся что-то из разных местных. Такое, что мы смотрим на какой-то конкретный только по другому делу, но, наверное, нет. Ну, прекрасно. А какой, например, в Америке лучше сервис? Где его номера или тролли? Ну, они... Ну, они... На зелу конкретных нет. Мне всегда было честно, почему... У вас есть... Давай я... Давай немножко... Давай я... Кассивно... Я думаю, что это разъестественное неглижности. Значит, совершенно разные рынки. Это развитая рынка в Америке, там и система МВС. Зелу вообще не надо нет, потому что нам ходят только хорошие данные. У нас другой рынок, он развивающийся. У нас уже сравнили с Турчистаном, Индией, Малайзией и так далее. И, конечно, я вам честно скажу, что компания ЦАН в начале понимания проблемы более риэлторов, и даже с Джем он еще требует доработки. И мы понимаем, за что нам готовы платить. Они готовы платить за то, чтобы они больше зарабатывали, и решали их проблемы. Чтобы мы на себя брали какую-то часть, за которую они готовы на это тратить время. Понимая это, мы как раз и готовим разные продукты, и приобрел в районах эту возможность получить заказ на подбор. Они сейчас создали для этого, а так они будут получать легальные заказы и будут правы. Спасибо. А как вы считаете, почему на западе находят хорошие данные на вас? Что нужно сделать? Значит, там нужны две вещи. Первая, это есть специальная система, MLS, через которую проходят все бейс-листинги, и там есть жесткий проект. Вторая, есть интензия. Соответственно, это все связано. Все риелторы. Да, если ты начинаешь все плохо вести, а здесь стоит денег, это очень дорого, то ты вылетаешь в экспрофессии. Вон ведь? Экспрофессия. Выход до нашего рынка должен начать концентрировать всех риелторов или это не такой? Значит, не только это, мы можем создавать площадки, которые позволяют хорошим риелторам получать провиды, а плохим риелторам не получать. В принципе, пример того же такси показывает, что хорошие водители получают больше поездок и происходит регулирование. Вообще, мое мнение, что лучше государство не пропускает регулирование, пусть лучше сама отрасль придумывает схемы. Надо было какие-либо реалции подборочек? Ну, на подробнее. А как вы относитесь с Доклик? Никак не относится. Отчасти претенцирую с Доклик. Хорошо. Доклик это очень хорошая инициатива Сбербанка. Для тех, кто не в курсе, Сбербанк сделал специальный сервис, где в первую очередь пользователь, клиент может подобрать квартиру, получить низкую поставку ипотеку. И, с другой стороны, это возможность для агенса участвовать в этом процессе. Мы считали специально генит-экономик Сбербанка в этом смысле. И Сбербанк заработает на это порядка полтора триллиона для него. Потому что, как вы знаете, ипотека переплачиваешь в два, в три, в четыре раза за квартиру, и два миллиарда рублей для азербанка не так интересно. То есть, вы понимаете, квартира стоит 8 миллионов, он зарабатывает на квартире штат с миллионами, и вручить 250 тысяч, который сейчас получает агенство недвижимости, и 2000 получает сам за рекламу этого объекта, ему вообще неинтересно. Поэтому Доклик на непрямой конкуриент. Он направлен в первую очередь на покупатель на ипотеку. Это основная задача Сбербанка качать ипотеку, они потеряли немножко рынок, сейчас их задача вернуть тренд ипотеки себе. Поэтому мы оцениваем Сбербанк здесь, слышно, средний, как важный игрок, но не приватный игрок. Сам Сбербанк уходит по рекламным агентствам, даже по юбористам агентствам, общается с ним и будет все. Не общается, он настраивается на взаимодействие, но для нас это не прямой конкурент. Для нас прямой конкурент, наши коллеги заведливают, это явный конкурент. Изначально мы как B2B или B2C? Изначально как B2B, а теперь мы и B2B, и B2C, и более сложные схемы. Проблемы фейков здесь подняли по поводу того, что фейки со стороны самих агентов бывает, да? А вот реакцию, как вы замеряете реакцию клиентов, которые обращаются по поводу например, в гнеке там написано что можно с животными. На это реагируешь, если у меня есть котик или собачка, реагируешь, а это я потенциальный лист, тратишь свое время на созвон, на посещение, а потом выясняется, что хозяин вообще никогда не берет животных, а агент только для того, чтобы привлечь себе видов, он ставит эту балочку можно с животными. Агент, в данном случае, тоже потеряет много времени, если он заветом непосходящего ряда приведет? Это реальные кейсы. У нас есть система модерации, которая имеет свои инструменты давления к клиенту, мы проверяем сами, мы обрабатываем, в том числе и жалобуют, мы учимся вводить сами, автоматически, неправильно и подозрительно, подозрительное объявление, и соответственно на качестве мы работаем с этих сторон. в данном случае все мы не вычистим, но теперь мы стараемся улучшать с трех направлений. в данном случае, с этим вопросом. Можно вопрос? Так, да? В итоге, получается, вы пришли на модель обладной сделки? На сделку? На сделку мы пока не заходили, мы пока думаем, то, что в этом вопросе есть. Это что в принципе можно делать как общество? Разные вещи будем пробовать? Я тоже хотела попробовать. Какие проблемы имеются в процессе мудрения? В дальнейшем? Большие инфекционные издержки, я вижу, проблем. А еще? Это целый большой мир, который нужно там пристроить. Если брать, например, есть проекты взорубежной недвижимости, которые сидят как раз в сделке, называются ранее, они свой бизнес построили, когда сразу на том, что они идут в сделку, но это очень длинные деньги, то есть это длинные, долго надо будет их ждать, очень долго и тяжело поддерживать, нужна инфраструктура, очень сложно находить хорошие камеры в том числе, и в принципе, то есть это длинные, большие деньги с большими накладными расходами. Вы ведете по данному времени? Да. 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 Разделал вопрос. Разделал вопрос. Мы что-то будем смотреть, а сейчас в эксплуатном политике и в эксплуатном политике сейчас посмотрим. Политик, спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам.